Теплая и сухая погода, время вести борьбу с клещами и грузунами в городской черте. Все скверы, парки, набережную и крупные транспортные узлы этой весной обрабатывают специальными препаратами, которые эффективны в борьбе с переносчиками опасных заболеваний, таких как бруцеллез, клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка и другие. Однако препараты не причиняют вреда людям и животным при соблюдении мер безопасности. Находиться на территории противоклещевой обработки нельзя во время процедуры и около часа после нее. Мы, когда приезжаем на сквер, мы осматриваем, чтобы не было людей. Если люди есть, мы к ним подходим, вежливо просим, чтобы они ушли. И только тогда приступаем к работе. В этот раз к работе приступили в сквере Шанхай на Молодогвардейской. На набережной аккорицидную обработку завершили. Сейчас ведут борьбу с клещами в Ленинском и Самарском районах. В майские праздники будут активно обрабатывать Красноглинский район, где близко леса. На всех остальных территориях с задачами планируют справиться к середине мая. Общая площадь обработки составит более 200 гектаров. Чтобы не причинять неудобства жителям, работают больше в ночное время или в ранние утренние часы. Крицидная обработка будет проводиться в этом году дважды. Первая вот сейчас весной, связана с началом активности клещей. И вторая обработка будет осенняя, то есть для того, чтобы обезопасить граждан от клещей, которые, возможно, уйдут на зимовку. Также в парках и скверах проведут дератизацию, обработку от грызунов, у которых сейчас идет период миграции, и допустить роста численности особей нельзя. Площадь территории для обработки более 270 гектаров. А в начале лета общественные пространства обработают еще и препаратами против комаров, пик численности которых фиксируют в июне. Это необходимо, чтобы снять угрозу распространения малярии, лихорадки западного Нила и других очаговых инфекций. Светлана Кудрявцева, Максим Гуся в События.